Добрые ранницы! Как часто требует наведывать театр? Кто-то лечит что раз в год, кто-то раз в месяц, а некоторые просто жить не могут без любимых актеров. Сцены, паху кулис и тому ходят в театр каждый день. Миноветы такие, глядачы и памятают, как 10 лет тому на сцене Республиканского театра белорусской драматургии появился спектакль, про который говорили сразу. Целое жизнь, однороджение до смерти на прикладе одного человека, который у автора пишется с великой литры. Знакомитая поэма Янки Купалы – «Одвешная песня», подаденная режиссером-постановщиком Сергеем Ковальчиком, як першая на белорусской сцене рок-опера. На самом речь, 10 год тому гэтая постановка не была запланована. Валерия Анисенко нагадал тады Сергею Ковальчику зарабить вечер у гонор юбилею Янки Купалы. Молодой режиссер взял руки поэму и небыто убачил заголовок – рок-опера. Литературно-музычный вечер пройшел так, поспехово, что постановку вырешили покинуть у репертуар театра. Сумная поэма вышла с-под пера Янки Купалы, навод можно сказать безнадейная, а в осне як отрымалася театру примусит твор пульсовать у ритме сучасного життя. И немалую ролью гэтым грая музыка. Композитор Тимур Калиновский каже, что не переписал бы ни водной ноты. Мелодичность поэзии Купалы – 10 год тому гэт так моцна, натхнила яго, что праца и шла без перепынку. Это был месяц рок-н-ролла, то есть фактически получалось, мы ночью писали новую тему, утром ребята репетировали с ней, днем делалась аранжировка, вечером они снова аранжировкой работали. Ну и вот так вот, и все по кругу, и вот так вот 23 музыкальных номера, весело было с музыкой, с песнями. У день юбилея на сцене гучала живая музыка. Актеры за саблевым праникнением выконывали любимые парты. А глядачей отрымливали асалоду и навод не подозревали про тое, что на стваренне спектакля у свой час потребилося усяго 30 доляров. Я пригласил художника из Гомеля Владимира Тихонова, он приехал и говорит, Сергей Михайлович, чтобы сделать декорации, мне нужно съездить в лес. Я звоню в газету и узнаю, сколько стоит час грузового автомобиля. Он стоил 15 долларов. Я говорю, Владимир Александрович, в два часа уложитесь? Он говорит, да. Я достаю из семейного кошелька 30 долларов и даю ему, чтобы он расплатился с водителем машины. Он съездил и привез декорацию. Все остальное было сделано из внутренних резервов. А, забыл, еще платье персонажа «Зима» было куплено за 5000 белорусских рублей в секонд-хенде и подобрано художником. Вот. Десять год белорусский мужик у безменном выконании Игора Сигова выходит на сцену. Десять год проходит целый житевый шлях, помирая и снова нарожается, а двешная песня – приклад живой постановки. Той, что не только десять, а и у двадцать год не стратит яскравого. выконания и затекаленности глядачого. Я споделюсь, что я на нареште стану безготовкой нашего театра. То наступный сезон мы будем отчинять, вернее, я не споделюсь, а так оно и будет, мы будем открывать миновитые двешные песни. И все ж таки театры – это сродок от усяго и для усяго, а особливо для доброго настроя. До встречи на черговом сеансе театра терапии у наступном новом театральном сезоні.